Благодаря этому за год достроился. Спасибо огромное. Это просто история кино для нас. 53 года без смены. Руководитель. Симон, выжигательная награда. В нормативе мы можем сделать так, что у нас один ребенок в губернии, а здесь есть еще макет, я вам обязательно покажу. Рядом макет «Аня и цветочек» 48-го года. У нас этот спектакль, как визитная карточка нашего театра, такого недели мы не увидели. Тейт Эдуарда Дефилиппова и Лунана Мартурана. Это все наши спектакль. Макер фанфо, десятки лучших режиссеров, лучших лучших и режиссерами художественных. Детские нововидные постановления были. И это капитан Средоуч. Ваше владество, я помогу вас. Потому что это правда, мечта Киселевых оплатилась. И артисты прежде всего, и бюджет. Просто вот мы начали гордиться, что мы... Мы старались так, чтобы по 4 премьеры год у нас были. На каждом году много премьер. За их деньги. Все финансировано. Молодежный театр работает с нами. Вот сейчас в мае месяце будет премьера. В конце мая. Отлично. Вот 21 тысяча приходит. Вы пришли. Погода зимовая. С дождем шел. Театральная олимпиада будет проходить в конце июля в Экинаве. Нас туда пригласили. Семь лет на север. Семь лет на север. Да, семь. Одна комната. Как вас здесь не нравится? Очень нравится. Это для того, чтобы не помыли. Все. А сейчас снимаете, да? Да, сейчас. Мы выделим последнюю льду, которую определили, построили, и выстроили полностью. Да. Отличается вот. В кухне есть столовая. Проходите. Еще и столовая помимо кухни. Кухня даже отдельно и столовая отдельно. Очень удобно. Уж не говоря о кладовке. Вы ничего практически не делали, да? Канадрек или все? Вот только входную дверь поставили. Все вот это вот. Вся отделка, все вот потолки и стены выровнены идеально. Дверь, так-то... Еще не отваливайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим об одном из наиболее важных и острых вопросов. Министерство обороны является обеспечением военнослужащих постоянным и служебным живем. Такие объекты, такие крупные военные центры, как здесь в Англии, должны быть по-современному обустроены. Обустроены комплексно. И с военной точки зрения, и с точки зрения военной служебной инфраструктуры, я имею в виду и взлетную посадочную полосу, инфраструктуру обслуживания, все, что к этому относится, и, конечно, в социальном смысле. Все старье должно быть снесено и уничтожено. Здесь должны создаваться новые современные комплексы. Судя по всему, предварительные подсчеты показывают, что это будет гораздо эффективнее, дешевле и выгоднее в конечном итоге, чем бесконечное латание дыр и непрекращающиеся капитальные ремонты. Нужно следить за тем, чтобы при таком массовом строительстве мы удержали цены, ни в коем случае не допустили бы роста цен на это жилье. Мы с вами знаем, что происходит в таких случаях, когда засорщики уверены в том, что финансирование обеспечено. Здесь нужны современные рыночные механизмы регулирования и сдерживания цен. Они применяются достаточно успешно. Надеюсь, что и дальше так будет ясно, что в разных регионах цены разные, но в целом мы должны удержаться в тех параметрах, о которых мы договаривались, для того, чтобы у нас не возникало никакого дефицита финансирования.